всем привет иду я от стоматолога вырвали мне зуб вот тут уже такой осколок был давно и он стал меня беспокоить оказалось что там корни раскололись пополам внутри прям поэтому в десне стало больно в общем вырвали мне это всю ерунду это еще ладно пол беды но мне надо вырывать еще два зуба потому что там общение восстановления не подлежат все что можно было высверлено пломба и так держалась я не знаю чуть ли не на воздухе вот поэтому все это надо удалять и надо задумываться если не задумываться уже как-то практично подойти к вопросу что вставлять у меня вот здесь вот отсутствует зубы самые такие жевательные скоро как ролик куда вот так вот передними зубами все грызть твои меня перекашивает еще заморозка действует еще два часа кушать нельзя так я в каком-то старом дворе нахожусь непонятно в общем еще два часа кушать нельзя а я с утра не ела там что еще ходила в другую поликлинику сдавала анализы на гормоны в общем придется теперь мне ждать двенадцати чтоб поесть через какие-то заборы переложу чем ладно иду я сейчас бабушки вот даже кофе не попить блин сварила я себе пшеную кашку натоплю на молоке с клубникой поэтому не такой цвет непонятный сейчас наверное еще чуть-чуть корицы добавлю и сделаю свой наконец-таки первый прием пищи немножко еще все равно чувствуется этот заморозка и немножко беспокоит отдает боль короче на месте где был зуб сейчас собираюсь на работу еще у меня тут опухшие там посмотрела там прям десна такая разорванная какая-то в общем прихожу в себя после удаления беспокоит болит сейчас надеюсь на работе отвлекусь от этого дискомфорта и я смонтировала наконец-то видео у меня уже наверное три недели не выходило видео на канале как-то не получается по графику вообще в апреле мы планируем покупку ноутбука для меня чтобы не было удобно там монтировать и все такое но сейчас я так задумалась может быть все таки эти деньги отложить на зубы чем пока такая дилемма не знаю и кстати я не показывала так до сих пор наш коридор вот там наша комната мы такой шкаф купили специально я выбирала чтобы были три зеркала чтобы не забрать пространство хотя вот эта прихожая она достаточно большая у нас прихожая с коридором где-то 12 квадратных метров вот новые вот обои и показе знаете такое эхо раздается еще мы планируем вот сюда около двери какую-нибудь как скамеечку приобрести даже примерно знаем какой фасон хотим в общем надо еще будет еду купить так там наверно мне уже видео смонтировалась пишет что полторы минуты осталось видео я снимала я вспомнила что даже две недели назад про упорку в своем рабочем столе сегодня наверное сразу его выложу и вот кстати видите корзинку которая все думала выкинуть мне влад ее пожалел говорит пусть стоит в принципе она неплохо так смотрится в прихожей и вот что у нас тут в шкафчике здесь вот наверху плата полка здесь у меня обычно рюкзак еще сумка здесь диск лежит который найти типа для талии я думаю может быть на работу унести что когда там перерыв разминку такую делать все что тело отдыхала это мне надо отнести тимоша 10 куча шейба купила ему он очень капризные в еде когда ел натуралку сколько выкинулась курицы детского питания ему детское питание покупала то вообще ему непостижимо потом перевела его на корм потому что у него были проблемы с желудком и сейчас сухой корм он не очень хорошо ест вот и на следующей полке моя косметичка здесь я крашусь принципе мне здесь удобно есть такой органайзер языке а там особо у меня ничего нету и вот здесь вот такую баночку я для кисточек и туши пристроила на следующей полке меди шарфики эту коробку я сама обтягивала материалом и тут что-то холм пыталась изобразить здесь у меня шарфики так хранятся и вот на следующей полке здесь тоже вот это я обтянула коробочку вот и ну в общем так вот тут эта коробка здесь все для обуви это вот первый стеллажек и вот здесь вот двустворчатая здесь у нас куртки которые мы носим течение дня и внизу для обуви я хотела специально вот чтобы обувь пряталась и смотрите как идеально подошла вот эта обувница сюда в размер обувь сюда чистую убираем с чистой подошвы чтобы ничего лишнего не было в прихожей в общем так у нас все получилось там наверху тоже полка влад там перчатки шапки свои хранит в общем такие вот дела вот ко мне пришла дворняжка такая вот она заходит а я такая думаю что мне с ним делать но ее можно вот пощипать и вот тут у нее видно переходы разные не знаю как камера наверно не очень придает тут тут так шерсть и так в общем ее можно везде пощипать и привести чтобы ровненько шкурочку смотрелась вот так вот любят собаку да красавица белые перчатки белые перчатки ты хорошая девочка да будем красоту наводить весенние сейчас будем мыться сушиться до конца приводить шерстку в порядок да сделаем сейчас масочку смотрите какая красавица получилась мне шкурка прям блестит вся вычесанная все ничего лишнего нету дина молодец да дина умница очень хорошо себя вела грумира целовала всячески проявляла свою симпатию молодец девочка я лежу под пледиком и вижу вторую корзиночку из веревки вот более плотная такая веревка крепкая и если честно то очень трудно вязать у меня здесь уже даже мозоль натерлась на пальце чем лежу смотрю сериал мата хари и так вот провожу свой вечер влад там смотрит в другой комнате другой сериал почему с ним по комнатам смотрим каждый из свой сериал и спасибо что вы были со мной подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки мне будет очень приятно тебя уже кадр показывать не буду потому что если честно то у меня отек лица какой-то до сих пор держится вот поэтому так вот на каком-нибудь в таком кадре вот на коте закончу видео и всем пока пока так вот и